Краснополянский рубеж Краснополянский рубеж. Так в память о своих дедах и прадедах назвали спортсмены турнир по ажимовому двоеборию. Тему продолжит Лариса Панина. Женщины на Руси всегда ценились своей кротостью и добрым нравом мужчины богатырской силой. У нас сила всегда была в почете. Поэтому название «богатырь» идет только русское. Нет ни во Франции богатырей, ни в Германии, нигде. Только в России богатырь. У нас из поколения в поколение с молоком матери передавалась сила русская. Сила русская богатырская. Были на и красавцы Илья Муромец и Добруня Никитич. В Советском Союзе легендарный Василий Алексеев. Сильнейший чемпион, сильнейший человек планеты. Когда Василий Алексеев приезжал в Соединенные Штаты, за ним ходила толпа людей. Американцы говорили, а зачем нам воевать с Советским Союзом? У них есть атомные бомбы, Алексеев. Они уважают только силу. И наше поколение, когда ходили, Давид Ригерд, Василий Алексеев, мы воспитывались на их примерах. В Жиме сейчас самый сильнейший человек планеты – это Кирилл Сарычев, президент Федерации РПФ. Это человек, который в Жиме зарегистрировал 335 килограмм без экипировки. Все рекорды постепенно Россия забирает в себе именно по силовым видам спорта. Наши богатыри, они всегда на международных аренах, они доказывают свою силу. 3 декабря в микрорайоне Красная Поляна с успехом прошел турнир по жимовому двоеборью «Краснополянский рубеж», посвященный 75-летию битвы под Москвой. Здесь решалась судьба Москвы. И наши спортсмены, наша молодежь в память о наших дедах назвала этот турнир «Краснополянский рубеж». Они также будут бороться на помосте, как наши деды боролись в окопах, защищая нас. Жимовое двоеборье – это жим штанги лежа, который включает в себя жим на максимум. И многоповторный жим штанги в своей весовой категории на количество раз. По общему количеству определяется спортсмен-победитель. Организаторы турнира – руководитель спортивного клуба «Сварга» ДК «Красная Поляна» Александр Корнеев и его дружная команда. Силовые виды спорта у нас в Лобне развиваются очень слабо. Мы сейчас прикладываем очень большие усилия. То есть мы открыли школу пауэрлифтинга. Сегодня будут выступать ребята молодые из этой школы. Создали команду, ездим тоже по разным турнирам, выступаем все вместе. И вот мы сейчас, как представители, будем проводить различные турниры. То есть различные турниры по жимовому двоеборью, вот как сегодня. По пауэрлифтингу мы планируем уже сделать мастерский турнир. То есть сегодня мы провели турнир ДОК МС и в будущем мы планируем проводить мастерские турниры. В турнире приняли участие 55 спортсменов из разных городов Московской, Ивановской и других областей России. Москвы, Твери и других городов. Мастера спорта по жимовому двоеборью, пауэрлифтингу, по становой тяге, русскому жиму, народному жиму – любители этого вида спорта. У нас выступает сегодня Крючков Игорь, он мастер спорта международного класса по русскому жиму. Казаков Дмитрий, он мастер спорта по народному жиму, тоже международного класса и по жиму лёжа. У нас выступать сегодня будет рекордсмен России по становой тяге Кирилл Цапаров, тоже мастер спорта международного класса по становой тяге и по пауэрлифтингу мастер спорта. То есть мастеров у нас в Лобне предостаточно. Много КМСников, много спортсменов. Просто сложно собрать всех воедино. Отец и сын Александр и Иван Семеновы из Ивановской области также приняли участие в турнире. В общем, от отца к сыну, от отца к сыну, так и пошел теперь к нему. Ну как бы с детства пошло так, что он только увидел у меня железо дома, железо в зале, постоянно его в сабонтрировки брал. Ну он начинал с рукопашного, ты командой ходил, рукопашным боем занимался. И вот уже года полтора занимается железом и успешно. Так как отец мой персональный тренер, он делится со мной мудростью, помогает развиваться и результат добиваться в жиме лежа. Железный спорт это в первую очередь выбор сильных. То есть не каждый человек может себя смотивировать после поражения, снова выйти на помост и пожать тот вес, который ему нужен. Некоторым людям не понятно железный спорт. Так же, как мне не понятно, компьютерные игры. Ну, железный спорт это для меня смысл жизни. Не главный, конечно, но я с ним иду уже с 93-го года. 157,5 килограммов вес, который взял Иван. Александр с собой остался недоволен. 132 килограмма. Хоть на тренировке было 140. В турнире приняло участие много новичков. Знакомство с двоеборьем, особенности двоеборья и выполнение упражнений участники видели и применяли сами. Много сильных спортсменов приехало на турнир. Результаты соответствовали нормативам мастера спорта международного класса и мастера спорта. Многие спортсмены выполнили норматив в кандидат мастера спорта. В церемонии открытия турнира участвовали председатель городского совета депутатов Николай Гречишников, президент Федерации жимового двоеборья, мастер спорта жимового двоеборья Леонид Борягин, председатель спорткомитета по физической культуре и спорту города Лобня Александр Слепов и председатель Лобнинской городской общественной организации «Музей Красная Поляна» Николай Карпов. Все участники турнира были награждены книгой «Память о времени и людях» города Лобня, которая издана к 70-летию Великой Победы. А победителем турнира были вручены дипломы, медали, кубки, а также сувенирная продукция с символикой города. Лариса Панина, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.